Любое изделие мы начинаем или с идеи, под которую подбирали пряжу, ну или с пряжи, которую удалось купить. Как все сложно! Наша майка черничный смузи родилась именно потому, что попались именно эти цвета. Причем попались в буквальном смысле слова. Не может быть! Может! Для нового курса Книтстайлер за 5 дней мы решили создать изделие, которое первое имеет простую выкройку, второе вяжется просто, и третье выглядит нарядно или оригинально. Неслабо замахнулись. Многие сейчас знают, что поиск пряжи в пандемии при закрытых магазинах дело непростое. Интернет мы привлекать не стали, потому что хотели испытать какую-то новую пряжу, которую еще не вязали, и чтобы она была и хлопковая, и по ощущениям приятная. Ну и запросы у тебя! Ну и поэтому поиск пряжи привел нас в оптовый склад, который непонятно почему сейчас работал. Повезло! Пряжи оказалось много, но по сравнению с домашними запасами. Если же сравнивать с тем, что было раньше, то выбора практически нет. Пряжа в основном была для ручного вязания, поэтому когда удалось раскопать мерсеризованный хлопок 50х258 и некислотной расцветки, Светлана поняла, что может быть здесь и наступит конец нашим метарствам. Однако пряжу пощупать не давали, пакеты запаяны, раскрывать не хотели, все как обычно. Поэтому Светлана схватила все, что было, не обращая внимания уже на цвета. Как-то опрометчиво! Выбор был сиреневый, голубоватый серый, два бежевых оттенка, ну и там видите на горизонте зелененький. Не густо! Ну что было! Разложив ряд по клубочку, мы поняли, что можно использовать три цвета, где бежевый будет идеальным разделителем. Да-да, цветовой круг вам в помощь! Так как живем мы в разных местах, пришлось пересылать эту пряжу с попутным караваном. Дальше три дня по скайпу проводить мозговой штурм на заданную тему. А чего так долго? На самом деле не долго. Просто не хотелось повторять, кем-то уже сделано. И кроме того, любое дизайнерское изделие – это самовыражение. Вот мы и выражались. Хорошо, что далеко живем, так не подрались. Для выкройки мы пользовались программой Книд Стайлер. Идеальная программа. Позволяет резать выкройку и сама посчитает вам петли и ряды. Знать раньше, что такая программа есть, можно было математику не учить. Ну, математика – это математика, а программа – это все-таки не для того, чтобы решать задачки, а для того, чтобы строить выкройки. Вот мы и начали кромцать выкройку. А так как мы натуру увлеченная, то все время получалась сложная выкройка с асимметричной кокеткой. Проще надо быть. Начинающие вязальщицы такое не любят. Да, а еще хотела сделать майку цельновязанной и без швов на плечах. Ну, размечталась. Размечталась. Связать-то мы можем, а как это сделают новички, для которых придумывали изделия? Поэтому с выкройкой провозились три дня. Наконец вспомнили, что у нас есть изделия, в основе которых лежит квадрат, и которые уже мы четыре года вяжем на вязальных посиделках по вторникам. Точно, вот память-то девичья. Пролистали посиделки и нашли поперечную майку. Ура! Это же бомба! Не то слово! В изделии присутствуют все три критерия и простота выкройки, и простота вязания, и оригинальность. Осталось облагородить, чтобы не повторяться. Плаги от себя? Не слишком ли ты к себе сурова? Даже свое изделие не хочется повторять один в один. Тем более, что каждая фигура требует индивидуального подхода. У меня фигура красивая, но в некоторых местах непропорциональная. А я, как все женщины, хочу иметь классическую X-фигуру. И по законам красоты не следовало бы увеличить верхнюю часть. Ну, например, применив пышные рукава. Фу! Зачем такую красоту портить? Не портить, а корректировать. И у нас родился эскиз майки с круглой кокеткой и рукавом фонарик. Причем, вы видите эскиз, полоски обозначали складки, а кокетку на поперечном изделии мы решили связать с нерегулярным ажуром. Ага, проще говоря, с дырками? Ну, с дырками так с дырками. Связали, надели и поняли, что, во-первых, что-то не хватает в декоре, а во-вторых, не хватает пышности. Получилось, что из трех заявленных компонентов присутствует простота выкройки, простота вязания, и вместо оригинальности в изделии опять же появляется простота. Но нет изюминки. Конечно, кто же так фонарики-то делает? Конечно, не делают, поэтому мы распустили и добавили на рукава полоски. Но и это не спасло. Распустили еще раз, увеличили плечи в два раза. А когда надели, то поняли, что можно носить не только фонариком, но и крылышком. Это можно, если любишь, чтобы нижнее белье торчало? Ну, тут, конечно, можно было подтянуть пройму, и белье бы не торчало. Но мы собрали рукав фонарик, как задумывали изначально. Причем собрали полотно в крупные складки. А такой фонарик хорошо держит форму, и даже под верхней одеждой не теряет свой вид. Надо же, как удачно получилось! Да-да, нам тоже понравилось. Надели мы майку на меня, посмотрели и поняли, что она очень напоминает наряд Белоснежки из диснеевского мультика. Да, все хорошее уже придумано до нас. Ну, не все. К тому же нас это не огорчило. Мы встретились, поздравили себя с удачным изделием от создания, которое получили массу эмоций. И теперь мы готовы к тому, чтобы научить вас строить выкройки в программе Книд Ставер за пять дней на примере такой простой майки. А после такой майки уже можно переходить на более сложные изделия и позволять себе полет фантазии. Главное, чтобы было куда в этих изделиях пойти поражать народ своим креативом.